И всем привет, дамы и господа, с вами Лео Мун, и в сегодняшнем видео я решила снять обзор на новую игру, которая вышла сегодня. Это игра-симулятор полярного медведя, и я наконец-таки купила эту игру, и перед тем, как мы начнем снимать этот обзор и рассматривать медведя, локации, я хочу сначала вам показать вот это вот видео, так что давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok плюс мне еще также подписчики написали в комментариях, что эта игра вышла, я сразу же пошла ее покупать и скачивать. Эта игра новая, стоит на 75 рублей, и лучше скачивать оригинал, потому что оригинал лучше, чем скачанный с интернет, с сайтов. Насколько мне известно, эта игра вышла только на айфонах, на андроид и на амазон ее пока нет, но этот разработчик скоро добавит эту игру в плеймарке, также она еще на амазон, так что ждите, скоро она выйдет. Ну а мы переходим к обзору. Давайте-ка сначала посмотрим на модельку Мишки. Мишка, вставай. Смотрите, какой милый медведь, он сделан просто нереально, смотрите, какая красота, господи. Мишка сделан очень красиво, смотрите, какая у него красивая попочка, какие у него красивые лапки, какая у него приятная, красивенькая, миленькая мордочка. То есть моделька сделана просто невероятно. Давайте-ка посмотрим теперь на нашу менюшку. Ну тут у нас как обычно босса, 4 босса по стандарту, так же как обычно мы можем собирать, то есть дрова, камушки, перышки и шкурки. Давайте-ка теперь посмотрим на скины, на шорстики. Итак, тут у нас разнообразные скины, они открываются на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 45 уровне. У нас открываются вот такие вот шорстики. Также давайте-ка мы посмотрим и обратим внимание на то, что мы здесь можем делать нашего медведя, то есть можем делать ему ушки больше, хвостик больше. Как обычно я сделаю, чтобы было все большим. Или же лучше голову уменьшить, такая маленькая или такая большая. Не кажется, что я как обычно все делать буду большим, то есть у меня все по максимуму. Ну, дальше у нас тут можно сделать медведицу или же медведя, как обычно я сделаю медведя, потому что медведи-самцы гораздо сильнее, чем самки. Так, давайте посмотрим. Вот, тут у нас такая семья, а их можно открывать на 5, 10, то есть как обычно, видите, тут до 60 уровня, то есть до уровня 60, извините. Итак, давайте посмотрим теперь на отношения, как обычно мы должны найти самочку, которая откроется у нас на 5 уровне. Также давайте посмотрим, тут у нас волшебные силы, то есть получается вот такие вот три силы, то есть то же самое, что и на Вулф в симуляторе и на Леон. Итак, что ж, дальше давайте взглянем на локацию, вау, смотрите, какая тут локация, тут всего у нас три локации, получается, первая это снежная локация, вторая это у нас лесная локация и третья локация, как я понимаю, это у нас горы какие-то, то есть это такая локация с горами. В перемешку с снежной локацией, а также в перемешку с зеленой, то есть к детереве, то есть вы поняли, да? Итак, тут у нас получается боссы на каждой локации по одному боссу, получается, да. Также давайте-ка мы посмотрим с вами на логово, здесь у нас всего 6. Что ж, и мы с вами находимся сейчас вот здесь, вот по близости у нас есть логово, давайте как раз таки туда и пойдем. Ну, пока будем идти, давайте посмотрим на анимацию медведя. Так, он прыгает у нас и бегает, бегает довольно, довольно круто, бегает у нас. Так, получается, давайте посмотрим, у нас мишка хочет пить, так что давайте попьем воду, это очень важно для жизни нашего мишки. Итак, смотрите, какая красивая вода, хочу обратить на воду, смотрите, какая красивая, реалистичная вода. Это просто нереальный симулятор, просто смотрите, какая красивая вода. Тут у нас лось и пингвин, и он на нас нападает, это наша первая жертва, которую мы будем убить. Так, замечательно, мы убили нашу первую жертва, давайте ей как раз таки и позавтракаем, покушаем ей. Так, смотрите, как он нас мило кушает, прям откусывает кусочки. Ой, это потрясающе. Так, что ж, теперь давайте посмотрим, как он плавает у нас, потому что белые медведи плавают. Ну, смотрите-ка, какая милота, он так мило плавает. Ну, в общем, все как в реальной жизни. Что могу сказать, большой респект за это разработчику. Также, давайте посмотрим на графику. Графика здесь хорошая, что я могу сказать. Мы уже почти туда шли до этого логова. Так, что ж, что ж, смотрите, мы почти туда бежали. Давайте посмотрим на обитателей. Так, тут у нас это, получается, морской котик. Или это, подождите. А, это морской слон. Это ждун. Это ждун. Давайте его бьем. Я, опять-таки, не знаю, получится ли мы его убить или нет. Но я буду всячески пытаться его убить. Потому что... Так, отлично. Отлично. Нет, просто отлично. Ура, у меня второй уровень. Давайте покушаем его. Скушаем его. Потому что это очень важно. Кушать. Мы убили ждуна. Если кто понял меня, есть такой просто мем. Ждун. Так что вот. Итак, у нас логово. Мы практически что до него дошли. Давайте добежим. Мне кажется, это логово будет прикольным. Если оно не будет достаточно прикольным, то я пойду другое логово найду. Так. Воу, воу, воу. Смотрите, какая роскошь. Вот наше логово. Угу. Так, давайте-ка каким-то способом зайдем. Почему? А, вот, вот, вот. Мы можем зайти. Понятно. Так. Так, это ведь тоже считается нашим логовом, да? Именно это логово я хотела посетить. Это уже не логово, да? Это просто так проходит. Жалко. Ничего страшного. Ну, в принципе, логово неплохое. Давайте пособерем дрова. Дрова нам тоже нужны. Так. Отлично. Там еще одно дрово. Итак, еще одно. Смотрите, это северный олень. Господи, смотрите, какой он красивый. Вау, ребят, вы посмотрите, какой красивый северный олень. Это просто охурметь. Охурметь просто. Смотрите, какой он красивый. Господи. Блин. Он такой красивый. Я даже убивать его не хочу. Блин, это невероятно. Он такой красивый. Господи. Так, давайте переместимся на зеленую локацию, потому что я хочу тоже ее посмотреть. Сегодня я решила рассмотреть всю локацию. Неважно, какую. Самое главное, что всю. Итак. Мы с оленьем бежим на зеленую локацию. Блин, это просто офигенно. Да, как я была права, это у нас зеленая локация. Она у нас травкой. Почему-то вдруг тормозить начало. Наверное, была загрузка. Смотрите, тут даже цветочки. Господи, как красиво. Вы посмотрите, тут и цветочки. И деревья. Это просто офигенно. Вы посмотрите, какая красивая локация. Господи, боже мой. Блин, мне этот разработчик просто радует. Глютен фри гейм просто меня радует. Это очень красиво. Большое спасибо этому разработчику за такие прекрасные новые игры, которые он создает. Потому что это очень прекрасно. И это очень, очень невероятно круто. Его игры просто стоят того, чтобы их покупать и в них играть. Итак, это у нас рыська там гуляет. Я не хочу рыську убивать, потому что она сама на меня может напасть. Давайте просто походим тут, посмотрим. Очень, очень, очень годно. Тут у нас, конечно же, есть логово. Так что давайте рассмотрим его. Это логово олень. Точнее, лось. Такой вот лосик прекрасный. Блин, это очень, очень, очень классно, ребят. Смотрите, это кто? Это писец. О, какая лапочка. Смотрите, он даже от меня не убегает. Какая красота. Ты такой милый писец. Кто хочет симулятор лисы, вторая часть? Я очень хочу, чтобы разработчик сделал вторую часть симулятора лисы. Я бы его скачала бы и играла бы с удовольствием. Смотрите, это зубр. Блин, это так круто. Зубр тоже красивый очень. Очень красивый зубр. Его моделька сделана просто идеально. Также там у нас лосик гуляет. Так, наше логово. Мы от него отвернулись. Так что вот. Там наше логово. Это у нас кто такой? Это мишка белый тоже? Это тоже белый мишка. Да. Интересно, а он на меня не будет нападать? Вау. Это медведица, как я понимаю, да? Но пока, к сожалению, медведицу я не могу взять. Это очень жалко, потому что мне нужно показаться до пятого уровня. Но ничего. Блин, это очень годная игра, ребят. Блин, я буду каждый раз говорить, потому что этот разработчик действительно достоин того, чтобы его игры скачивали и играли в них. Потому что он очень-очень делает очень годные игры. Итак, наше логово вот это. Прекраснейшее логово. Так, нужно разобраться, где тут вот этот вход. Я, конечно, все понимаю, но... Вот, да-да-да, это пещера. Да, смотрите, это вот такая вот пещерка. Так-так-так, смотрите, как круто. Это у нас пещерка. Вот тут у нас такой вот вход. Точнее, это что, вид? Понятно. Смотрите, мы, получается, другие животные не могут залезть в него. То есть это очень продуманная и очень прикольная пещера. Очень-очень годная. Просто невероятно. Можем тут выйти. Ммм, какая-то... Смотрите, там маленький зайчонок у нас. Ооо, какая душечка. Так, ладно, там у нас, получается, следующая локация. Давайте до нее тоже добежим. Я решила сегодня просто по-максимальному показать вам всю красоту этой игры. И чтобы вы тоже ее скачали, купили. Когда на вас появится змея. Невероятно. Просто невероятно. Просто очень годная игра, ребят. Очень годная. И так, и так. Сейчас мы уже попадем на другую локацию. Там у нас, как я понимаю, это барашек. Да, это баран. Так. Блин, еще одна... Еще один медведь. Очень хочу найти зеленью медведицу. Если же вы хотите, чтобы я сняла, как найти пару, как завести медвежонка, то тогда набираем под этим видео 120 лайков, и тогда я выпущу это видео про то, как найти себе пару и как завести медвежонка. Потому что я готова вам помогать. То есть, в принципе, я сама хочу. Но, опять же-таки, вы должны поставить под этим видео лайк. И когда там будет 120 лайков, я сниму это видео, которое я сказала. Это у нас олень. Вау, вау, смотрите, как я понимаю, это... Да, смотрите, это у нас... Типа степи, что ли, с деревьями. Очень круто. Очень круто. Угу, угу. Так, как я и говорила, тут горы у нас. Да-да-да, я была права. Блин, я такая умная. Так. Что ж, давайте-ка посмотрим. Тут тоже логово. Мне очень интересно рассмотреть тут логово. Там у нас бегает снова бешеный зубр. Так, мы сейчас с вами уже бежим к нашему логову новому. Вот, я хочу рассмотреть все логово здесь. Так, мы залезли. Да, смотрите, это горная возвышенность. Тут горные возвышенности. Так же, в перемешку со снегом и с травкой зеленой. Вот, знаете, какая тут красивая реалистичная трава. Там у нас бегает рыська за козлом, за бараном, козлом. Так, и мы почти что подобрались к этому логову. Очень сильно хочу посмотреть это логово. Смотрите, тут даже есть елочки. Блин, это очень круто. В общем, пока мы бежим к логову, я хочу сказать, что я буду прокачиваться здесь, чтобы найти себе сначала медведицу, а также потом завести себе маленького-миленького медвежонка. Там у нас снова медведь. Прям, прям, как преследуют меня эти медведи. Так, мы почти что подобрались к нашему логову на этой локации. Так что сейчас мы туда прибежим. Так. Так, подождите. Вот у нас логово в той стороне. Сейчас мы туда прибежим. Как раз таки. Угу. Надо только обойти эту гору. Воу, смотрите, как красиво. Это прям просто невероятно. Очень-очень годное логово. Смотрите, какое оно прелестное. Оно не особо большое, но скорее... О, оленя, она нам прибежала лень. Оу. В общем, это логово очень классное. Просто невероятное. Я еще очень много тайн тут в этой игре не знаю, но я уже могу сказать о ней первое свое впечатление, что она невероятная. Она очень качественная и хорошо проработана. Каждая деталька хорошо проработана. И что могу сказать? Если вдруг вас заинтересовала эта игра, то, конечно же, можете ее купить и скачать. Вот. Так что да, это я могу сказать только одно. То, что она просто невероятная. Разработчику большой респект. И я просто обожаю этого разработчика, потому что он делает просто невероятные игры. И, блин, его игры просто очень-очень крутые. И просто невероятные игры у него. Так что что могу ему сказать? Большое тебе спасибо, разработчик, что ты даешь такую возможность и делаешь такие шикарные игры, чтобы в них играли люди и понимали, как его играть за животных. Что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Также подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите свои комментарии по поводу этой игры. И также не переживайте, у кого еще эта игра не вышла. Она обязательно выйдет, потому что этот разработчик очень старается для обладателей айфонов, андроидов и также амазон. Так что не переживайте, эта игра выйдет. Что хочу сказать? Это то, что набираем под этим видео 120 лайков и я выпущу видео о том, как завести пару в этом симуляторе, так же, как завести себе медвежонка в этой игре. Я все сниму, потому что я вас всех очень-очень люблю. Скачивайте и получайте удовольствие от этой игры. И на этом все. Всем-всем-всем пока-пока. Люблю, целую. Спасибо.